Пространство у Стамбульского парка. Так будут называться апартаменты на таможенной площади, которые планируют возвести застройщик. Реклама на сайтах недвижимости действительно яркая. Но как там будет жить людям – вопрос очень многогранный. Надо понимать, что такое таможенная площадь в Одессе. Это очень загазованное место. В результате люди, которые там рискнут купить эти, с позволения сказать, апартаменты, они получат следующее. Окно они не откроют никогда, потому что днем там вечные пробки, следовательно, очень загазованное место. Ночью через дорогу, железная дорога порта, которую слышно в первых номерах на Дерибасовской. Кроме того, подъезды крайне затруднены. Кроме того, таможенная площадь еще и славится тем, что вот в такую погоду, как сегодня дождь, ее достаточно прилично заливает. Помимо морально-эстетического момента, строительство на этом месте просто незаконно, говорят эксперты. Несмотря на то, что квартира уже в продаже, до юра не было принято каких-либо решений о будущем развитии данной территории. Никаких градостроительных решений о размещении там апартаментов не принималось. Напоминаю, что градостроительная политика у нас формируется несколькими документами, именно генеральным планом, планом зонирования и детальными планами территорий, которые и могут предусматривать развитие той территории, которая до настоящего времени не использовалась в качестве жилой. Следующий момент ограничения касается земельного участка. До сегодняшнего момента земельный участок, который отведен под предполагаемое строительство, он имеет целевое назначение для размещения зданий общественного назначения и зданий торговли. То есть целевое назначение уже исключает возможность строительства на этом месте любых жилых объектов, включая так называемые апартаменты. Кроме того, компания пространства, не стесняясь, на своем сайте размещает дозвил на строительство, где указано, что застройщик возводит торговый центр. Тем не менее, это никоим образом не останавливает застройщика в части продажи квартир. Достаточно зайти на сайт недвижимости и увидеть, что пространство, так называемое предложение пространства возле Стамбульского парка сейчас предлагается, причем по цене порядка полутора тысяч долларов за один квадратный метр. Помимо всего прочего, здание бывшего мореходного училища, которое сейчас находится на месте будущей стройки, является памятником архитектуры национального значения. Но разве такие мелочи волнуют застройщика, который хочет в сердце города возвести вот такое кубическое здание, явно уродующее архитектуру старой Одессы? Вопрос риторический.